Принц Перси на максималках, вообще не говори ребят, это да, это Принц Перси на максималках в натуре, самое чёткое определение этой игры. Друзья, всем привет! Как обычно, начинаю с самого главного. Новый Lord of the Fallen это заявочка на лучший соус лайк 2023 года, который лично я очень ждал. Я так-то не являюсь прям ярым фанатом данного жанра игр, хотя это наверное смотря с какой стороны посмотреть. Испытывать себя на прочность в играх я так-то очень люблю. В общем, чтобы всем было понятно, совсем недавно я полностью прошёл Dark Souls 3 с первым дополнением, второе ещё не успел, очень понравилось. Да блять, ну как дистанцию блять видеть нахуй, ебаный блять, большими боссами блять, этими уебанными сука блять, ебаный козёл ебаный, который придумал таких боссов блять, пи***стый ебаный конченный блять, я тебя блять сука ненавижу. И не так давно достаточно много часов наиграл в Секиро, осилил где-то половину игры, потом чё-то подзаебало. Босс-файты очень интересные, ну а само путешествие какое-то нудное и однообразное, но думаю, что обязательно в неё вернусь. В целом можно сказать, что к лордам я подошёл к подготовленным и плюс-минус представлял, что меня ждёт впереди. Ну и конечно же, немаловажную роль в создании этого видео сыграл тот момент, что разработчики нашли мой очень популярный ютуб канал и обратились ко мне с просьбой поскорее сделать годный обзор на их творение. Так сказать, для продвижения игры в массы. Ну и соответственно, занесли мне при этом кучу бабла. Бабки, бабки, сука, бабки! Отказаться я, естественно, от такого предложения не мог, так что, если коротко, новый Lord of the Fallen это очень крутой Souls-like, в котором есть абсолютно всё, что было в своё время в Dark Souls 3. Но, конечно же, за исключением лифтов, которые нельзя отправлять без главного героя в то место, где вы появитесь после того, как в очередной раз получите пиздюлей. Плюс в игре есть свои интересные особенности и механики, которые отлично дополняют игру и делают её в целом самостоятельной, а не плагиатом серии игр от Бабадзаки. Ну и самой главной такой особенностью, на которой завязано очень много игровых механик в новых лордах, это фонарь главного героя, позволяющий вам путешествовать между миром живых и миром мёртвых, который в игре называется Умбра. Вот я в Амбреллу зашёл. В Амбреллу зашёл, если я сейчас его убью и найду выход отсюда, то я сохраню души. А если нет, то хана нет. В Умбре совершенно другие правила игры, которые завязаны на максимальном давлении на игрока. Да, плюс, чем дольше вы будете находиться в этом мире, тем больше ваш герой будет стрессовать. По мере накопления стресса будут появляться всё больше и больше различных мобов. Ну и когда очко главного героя сожмётся до максимума, за вами отправят элитного хуеплёта, который мало того, что будет вам накидывать лещей как не в себя, так ещё и запретит пользоваться хилками. В общем, я думаю, что вам должно понравиться. Посещать Умбру вам придётся регулярно, иногда частично разгадывая различные головоломки, или для преодоления тех мест, которые в обычном мире преодолеть, ну, просто не получится. Ну, а иногда основательно и надолго, со всеми вытекающими из этого последствиями. Также с миром мёртвых связана механика воскрешения после смерти, по типу, как было реализовано в своё время в Секира. То есть, если вы умираете в мире живых, то вы как бы не полностью умираете, а переноситесь в мир мёртвых. И у вас есть все шансы выйти оттуда и сохранить накопленный опыт. Ну, а вот если вы умираете уже в мире мёртвых, то никакого второго шанса, увы, не будет. Также хочу обратить ваше внимание, что в лордах, если вас опиздюливает конкретный моб, то ваши накопленные души-энергия зачастую будут находиться именно в нём, а не тупо лежать где-то рядом. И вернуть накопленный опыт получится лишь в том случае, если вы всё-таки сможете этого моба одолеть. Ну, а в случаях, когда ваш опыт будет просто лежать на земле, вам тоже будет не так уж и просто. Так как для того, чтобы этот опыт поднять, необходимо будет взаимодействовать с ним вашим фонарём, что занимает некоторое время, которого зачастую может и не быть. Практически все головоломки и секреты в лордах за счёт фонаря главного героя выходят на совершенно новый уровень. И это теперь не тупо невидимые стены, как в Дарке, а полноценные, так скажем, мини-квесты, для выполнения которых вам придётся регулярно посещать мир мёртвых. Иногда это будет полное погружение в умбру, ну а в каких-то случаях частичное. Путём подсвечивания фонарём конкретного места, но имейте в виду, даже если вы не перешли в мир мёртвых и просто пытаетесь там что-то разглядеть через фонарь, мобы и зумбры в этот момент могут легко на вас напасть, ну или вовсе затащить вас к себе. Так что всегда держите это в голове, особенно когда в мире живых в этот момент под вашими ногами пропасть. Места сохранения в игре сделаны по стандарту костров из Dark Souls, только в лордах это уставшие фонарщики. Плюс можно будет оставлять дополнительные сохранения якоря на клумбах с цветочками, которых в игре в принципе достаточно. Но конечно же, когда эти клумбы с цветами вам действительно понадобятся, первые их так просто найдёте. После того, как вы поставите якорь, вы получаете достру быстрого перемещения к нему. Если поставите новый, прошлый соответственно исчезает. И таким образом у вас получается возможность перемещаться между стандартными сохранениями и крайним поставленным вами якорем. Якорь можно оставить за счёт определённого расходника, который выбивается из боссов. Либо покупается за символическую сумму опыта у вас в таверне. Ну, это которая типа безопасная зона. Сразу советую держать в запасе как минимум два таких расходника. Потому что зачастую фонарщиков вы будете встречать крайне редко. А соответственно сохранений будет мало. А мир в игре просто огромный. Разнообразный, интересный и очень запутанный. Будут даже такие моменты, что вы путешествуете часов 5 хрен пойми где, а потом вдруг найдёте выход в самое начало игры. Или вовсе к себе на базу. Так что само собой, шорткатов в лордах тоже очень много. Для тех, кто не в теме, шорткаты это такие срезки, которые мы открываем по ходу прохождения игры. Для того, чтобы пройти до определённых мест быстрее, чем мы это делали в первый раз. Шорткаты в лордах реализованы очень круто. Иногда это просто лестницы или закрытые только с одной стороны двери, как это было в Dark Souls. Ну а иногда это целые головоломки, которые можно активировать только перемещаясь между мирами. Локации в игре просто моё почтение. Без каких-либо загрузок. Играя в лордов, вы окунаетесь в огромнейший бесшовный и запутанный мир. С потрясающими пейзажами. Игра не будет вести вас за ручкой и свой путь вам придётся прокладывать самим. Развилок в игре очень много. И маршрут прохождения игры у каждого игрока может существенно отличаться. Разнообразие мобов достаточно большое. Хотя именно в этом моменте, как я считаю, Dark Souls 3 был на голову выше. Но как бы там ни было, этих мобов будет точно достаточно, чтобы дать вам хорошенечко прикурить. Правда бывает, что мобы частенько застревают в текстурах. А иногда и просто конкретно тупят и не могут на вас напасть. Но я думаю, этот момент уже совсем скоро поправят патчами. Также в игре будет много элитных мобов. Они же мини-боссы. Ну и конечно же, главных боссов. Которые, ну просто шикарные. На момент выхода этого видео я ещё не успел пройти всю игру. Наиграл чуть больше 25 часов. И по факту, конечно, впереди у меня могут встретиться боссы и не очень. Но то, что я уже видел, это просто вышка. Все главные боссы, которых я встречал за своё прохождение. И те, которых я успел увидеть в геймплейных видеороликах. Заслуживают самой высокой похвалы разработчика. Уровень сложности, правда, у этих боссов такой же, как и у почти всех боссов в Dark Souls 3. Мягко говоря, слабоват. Но тут на вкус и цвет. Я вот, например, люблю пытаться убивать босса часами. И если я одолел его меньше, чем за час, то для меня это изи. Давай драться, блять. Да что ж ты будешь делать? Восемь ебучих часов спустя. Слово, больше часа я пока ни на одного босса в лордах не потратил. Плюс, со второго утра перед каждым боссом для тех, кто не могёт, будут стоять помощники, которых можно позвать с собой на зарубу. И, соответственно, ещё существенно облегчить предстоящий махач. И это ещё я не сказал о том, что в лордах реализовано полноценное кооперативное прохождение. Правда, на данный момент есть кое-какие нюансы с этим делом. И кооператив пока не работает. Разработчики отключили сетевую составляющую игры для устранения всяких ошибок и частых крашей после релиза. Но я уверен, что совсем скоро уже всё наладят и вы сможете пройти эту замечательную игру налегке вместе со своим братишкой. Ну а более сильных боссов я очень надеюсь ещё повстречать ближе к концу игры. Но если этого так и не случится, то буду ждать DLC, которые разработчики обещали как минимум две штуки. Если проводить аналогию с Dark Souls 3, все самые сильные боссы как раз были в дополнение. Так что в лордах тоже можно будет этот момент при желании подтянуть. Переходим к боёвке, которая реализована в игре ну очень круто. У вороты, перекаты, блоки и парирования, различные комбо из усиленных и обычных ударов. Всё сделано очень грамотно и красиво. На каждый затяжной бой просто приятно даже смотреть со стороны. Ну а участвовать во всём этом деле и подавно. Динамика боя гораздо выше, чем в том же Dark Souls. Ну и управлять всем этим делом также гораздо удобнее. Захват цели работает изумительно. Играть можно как на геймпаде, так и на клавамыше. Я лично выбрал второй вариант. Также в боевую систему с ноги залетает наш фонарь. И возможность на время вытягивать из противника душу для получения некоторого преимущества. Собственно и у противников бывают дополнительные бафы из мира мёртвых. Которые зачастую делают их неуязвимыми. До тех пор, пока мы всё тем же фонарём не оборвём эту межмирную связь. Смена на лук, гранаты или другие метательные предметы также реализованы в лордах очень удобно и просто. Комбинирует всё это дело во время боя одно удовольствие. Разнообразного оружия в игре, доспехов, щитов и бижутерии. Как в играх серии Dark Souls целые вагоны и маленькая тележка. Плюсом есть возможность через торговца из мира мёртвых в вашей таверне. После прохождения каждого босса получать их уникальную экипировку и заклинания. За отдельную игровую валюту. Волшебства в игре тоже очень много, но лично я предпочитаю отыгрывать за бойца. Так что про магию вам особо не расскажу. Но её дохера. Так же как и различных бафов на оружие в виде огня, кровотока, благословения и прочей хурмы. При прокачке персонажа не упарывайтесь в отдельные физические статы, характерные для изначально выбранными вами класса. Если вы боец, то это совершенно не значит, что вы не можете дополнительно усилить свой меч какой-нибудь магией. Начальных классов в игре много, плюсом после прохождения открываются дополнительные со своими особыми начальными оружиями и расходниками. Но какой бы класс вы не выбрали, прокачать вы его сможете как вашей душе угодно. Плюс при необходимости за определенный расходник в игре вы сможете полностью скинуть все статы и распределить их заново, если по ходу прохождения вкачались как-то не так. Концовок в игре несколько, а если быть точным, то три. Как я понимаю, в лордах нету абсолютно хороших или полностью плохих персонажей. Все очень запутанно и каждый топит за свое, а игрок уже собственно выбирает, как ему поступать в той или иной ситуации. Когда пройду всю игру и разберусь со всеми этими интригами и расследованиями, обязательно с вами поделюсь в своих новых видосах. Так что если вы еще не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас, чтобы ничего не пропустить. Ну и в заключении ложечка, а может даже и не ложечка дегтя, связанная с оптимизацией игры, которая вызвала шквал негативных отзывов игроков после релиза. Лично мне трудно оценивать этот момент, так как у меня по столам не компьютер, а просто ракета. Поэтому я каких-либо проблем с оптимизацией не испытывал. В целом игра у меня идет без нареканий на максимальных настройках графики, но при этом за 25 часов игры я как минимум раза 4 крашнулся. А после каждого перемещения в таверну, это которая безопасная зона, у меня стабильно проседает фпс. Описание моего компа можете посмотреть во вкладке о канале, ну и сделать соответствующие выводы по этому поводу. Но как бы там ни было, рано или поздно, ну конечно хотелось бы, чтобы рано, разработчики все наладят и игра будет работать адекватно. Ну во всяком случае я на это очень надеюсь, потому что новый Lord of the Fallen это очень и очень хорошая игра. Как сказал один мой подписчик, достойный представитель соусов и наследник серии игр от Babazaki. Короче, если вы любитель сложных игр, то настоятельно рекомендую поиграть в новый Lord of the Fallen. Эта игра как минимум не уступает лучшим представителям этого жанра, а как по мне во многих моментах даже их превосходит. Но это как говорится на вкус и цвет. Например, лично мне очень не нравилось музыкальное сопровождение во время босс-файтов в Dark Souls 3 в виде однотипной и нудной симфонии. В Lord of the Fallen совсем другое дело и музыка на каждом боссе разная, да еще и плюс на каждом мини-боссе она присутствует. Опа, а вот музыка просто без босса это что-то новенькое, а это босс походу. И кстати, насчет звука совсем забыл. В новых Lord of the Fallen просто изумительный звук и играя в хороших наушниках вы не раз обратите на этот момент свое внимание. В общем, максимальное погружение в игру. И еще один очень важный момент насчет русской локализации, которой в игре нет от слова совсем. Ну, думаю, тут объяснять ничего особо не надо. Если захотите разобраться, почему на релизе игру лишили русских субтитров, то это, конечно, ваше право. А я лишь хотел сказать, что в описании оставил ссылку на файл с русификатором. Так что, если вы такой же знаток иностранных языков, как и я, то переходите по ссылке. В установке никаких проблем нет. А у меня на этом все. Самое главное, что я хотел вам сказать, я вроде бы сказал. Хотя говорить по факту тут можно очень долго, потому что игра очень масштабная. И ее крайне трудно запихнуть в рамки одного короткого видео. Но для общего понимания, думаю, я рассказал достаточно. Ну, а если у меня будет что добавить в будущем, например, после полного прохождения или после прохождения новой игры Плюс, которая в игре, кстати, тоже имеется, то обязательно запишу для вас еще одно видео. Ну, а если понравилось это, не забывай про лайки, ну и комментарии, соответственно. И играйте в хорошие игры. Всем добро. Билли, падлы. Ты Максу Максу рассказывал про эту игру? Слушай, Даня, я ему сказал так? Ну, вскользь. О том, что я буду, типа, начинать вот в эту игру играть. Он сказал так. Ведьмак все равно лучше. Даже несмотря на эту игру. В общем, как-то так.